Кто сказал, что нельзя заново изобрести велосипед? Вот он, Сигвей. То ли двухколесная тележка, то ли самокат. Его уже успели назвать транспортом будущего. В Европе на Сигвей поставили несколько сотен почтальонов и полицейских. В Екатеринбурге губернатора. Таким видом транспорта, Дмитрий, мне еще не приходилось управлять. Расскажите, как он работает. Все, оставайте, пожалуйста, я вам сейчас все объясню, что надо делать. Так. Состоем, налево-направо рулим, корпусом вперед наклоняемся, едет вперед. Если хотим останавливаться, просто выпрямимся. Он останавливается. То есть тормозить? Просто выпрямляемся, и все останавливается. На бортик, самое главное, не налетать. Ну тогда я поехала? Просто. После первого трехсотметрового круга очень хочется снять ограничения для новичков. Руль кажется родным, и норовишь прибавить скорости. На втором интересны бордюры и неровности. С ними Сигвей легко справляется. На третьем тянет по пижонить. На самом деле это действительно просто. Заряда аккумулятора хватает где-то на 30-40 километров пути, это одной зарядки. Максимальная скорость 22 километра в час. Это достаточно быстро, это хорошо бегущий человек, ограниченная опять она же электроникой. Легкие достаточно, 50 килограмм, можно забросить в машину, куда-то увезти, покататься. Горные склоны и лесные поляны тоже под силу тележки с мотором. Однако новичкам все же советуют начинать с асфальта. Новый вид развлечений, похоже, уже набирает обороты в Екатеринбурге. У прокатчиков устраиваются очереди. И нередко это как раз те, кому хочется запоминающегося праздника. Вот и решили спраздновать день рождения. Но ощущение очень хорошее, необычное. И мне очень понравилось. Особенно отличается от велосипеда. Легко управляется, по кочкам тоже хорошо едет. Ты накатался или нет? Ну, еще бы хотелось один раз прокататься. Выражение «ему все возрасты покорны» Сигвейл впору вписывает в инструкцию по эксплуатации. На одном из мероприятий за руль встал 90-летний дедушка. Радовался он как ребенок и ни разу не упал. Редактор субтитров А.Семкин